В Риге была знаменитейшая, одна из лучших в стране команд КВР, Института инженеров гражданской авиации. Был, ну те, кто не в Риге, кто помнит, был замечательный капитан Юрий Радзеевский, а одним из авторов был Миша Задорнов. Через много-много лет, через много-много километров, на совсем другом конце нашей родины, вот где Рига, а это совсем направо, во Владивостоке, тоже начали играть в КВР, там была своя прекрасная команда, у нее был капитан Александр Магич. И вот как-то судьба свела КВРщиков на одной сфере, вернее на разных сценах, участник программ Михаила Задорнова, Александр Магич. Добрый всем вечер, здравствуйте. Ну, что сказать, я действительно выпускник КВР, и имел честь работать в концертах у Михаила Николаевича, и вообще как-то долгое время мы с ним проводили, он учил меня как правильно заниматься творчеством, всегда говорил одну такую фразу, вот вы, молодежь, вы всегда хотите придумать какую-то необычную форму, всегда думайте над содержанием. Вот сегодняшнее выступление я как раз собрал из того самого творчества содержания, которое нравилось самому Задорнову, оно им одобрено, так что не переживайте, можете выдохнуть, да, и спокойно на это реагировать. Но прежде чем я начну свое выступление, сегодня день воспоминаний, и одним буквально коротким воспоминанием хочу поделиться, когда я знакомил своих родителей с Михаилом Николаевичем, который сегодня в этом зале Задорнов произнес фразу, которая навсегда останется у меня в сердце, он сказал, «Я и не думал, что у таких молодых родителей такой старый сын». Ну вот, хорошая реакция, спасибо, мне она тоже понравилась. Ну что же, переходим к выступлению. Начнем разгоняться, как любил говорить Задорнов. «После 50-ти жизн только начинается», сказала женщина и заказала еще 50 грамм. Вот и лично хорошая реакция. Это фраза о наболевшем. «В детстве я дергал ее за косички, а сейчас мы разводимся, и она дергает меня по судам». Мужчина, вот и вы знаете, у некоторых есть опыт. Такой афоризм, да? «Мне для жизни немного-то и надо, но это немного так зараза дорого стоит». Диалог. Жена кричит к мужу из кухни. «Дорогой, ты любишь сыр с плесенью? Обожаю». «Ну, тогда тебе и колбаска понравится». Опять же на семейную тему. Муж с женой разговаривает, муж говорит, «Скоро купим тебе машину». Жена говорит, «А шубо». Муж говорит, «А шубо, пускай тебе любовник покупает». Жена нервна, а может он мне и машину купит? Муж заинтересован, а он потянет? Как любил говорить Михаил Николаевич, дур, дурацкие шутки. «Эх, вспоминаю школу, как Люцкий каждый день портфель домой носил. Золотые времена, 500 метров 10 копеек». Разговор отца с сыном. «Сынок, запомни, женщины любят внимание и ласку». Подходишь к ней и говоришь, «Внимание, ласка!» Ну, конечно, без истории из жизни тоже невозможно обойтись. Тем более, когда работаешь с таким метром, начинаешь это все сразу запоминать и как-то аккумулирует у тебя в голове. В реальный случай я выхожу из магазина, ко мне подходит мужчина в бонжеватой наружности. И говорит мне, «Дай 10 рублей на хлеб». Я ему говорю, «Где ты видел хлеб за 10 рублей?» Тогда он не растерялся и говорит, «Ну, дай 15 рублей на пиво, пойдем покажу, где видел». В преддверии Нового года. Уважаемые пассажиры, сегодня, 1 января, наш экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера. Поздравляем вас с Новым годом, и командир экипажа поднимает свой первый тост за вашу безопасность. Бабушка нашла у внука запас грибов, сварила суп и весь вечер беседовала с Лениным, встреча с которым она ждалась с 17-го года. Вы знаете, как только меня стали показывать в концертах Михаила Николаевича, сразу же активизировались мои друзья-приятели, которые начали мне приносить все то смешное, что у них было накоплено за жизнь, и просили, чтобы я передал это Задорнову. Не все доходило до Задорнова. Кое-что я оставлял себе, и вот пример этого хочу вам сейчас прочесть. Один мой друг, гаишник, принес мне некоторые выдержки из объяснительных, которые писали люди, которые попадали в ДТП. То есть это реальные люди писали на бумаге в гаишнике. Мой мотоцикл вылетел с дороги, протаранил припаркованный автомобиль и поехал дальше без меня. Да, я наехал на пешехода, но его вина подтверждается тем, что с ним такое уже случалось. Еще до того, как я на него наехал, мне было ясно, что этот старика не дойдет до другой стороны улицы. Вы знаете, а сейчас, ну вот, как любил Задорнов Грек, да вот, русские люди. Участник аварии врезался в меня, не сообщив мне предварительно о своих намерениях. Обычно сообщают. А сейчас классика, те, кто ездит за рулем, поймут. В тот момент, когда я хотел убить в уху, я и въехал в телеграфный столб. Следующая строчка, но это просто ветерантор писал. На дорогу в самоубийственном броске выскочил заяц. Ему удалось покончить с собой, сыной моего нового бампера. Следующая, крайне неинтригующая. Я ехал по дороге. Вдруг слева и справа появилось много машин. Я не знал, куда поворачивать. И врезался в машины сбереги и сзади. Ну и завершает этот список. Еще одна обсиданная. Я хотела нажать на педаль тормоза, но не нашла ее. При этом я испачкала всю руку. Знаете, я очень много разбирал почту Михаила Николаевича, когда люди присылают свои какие-то жизненные истории. В общем, все, что с ними происходит. Вы знаете, там есть некие такие откровения, которые люди писали маэстро. Я вот решил собрать их воедино и просто прочитать Задорнову в виде хохма. И посмотреть, как к этому он отнесется, потому что это написано про него. Он отнесся настолько хорошо, что сразу сказал, что это надо вставлять в концертную программу. Когда была телевизионная съемка, Михаил Николаевич находился рядом и очень сильно смеялся с того, что было про него. Например, я думаю, что ему было бы приятно, а точнее ему приятно, что сегодня те самые высказывания людей я прочту с Эрлиссеной. Итак, это люди писали на почту, специально посвященную Задорнову. Михаил Николаевич, всегда ржу до слез, когда смотрю ваши выступления. Поэтому на следующий день прихожу на работу заплаканная. Чтобы ни перед кем не оправдываться, почему я в таком виде, говорю просто «Муж бьет». Видите, тут вся наивность такая. Всегда говорю к дочери «Учись, будешь умный, как Задорнов». Потом думаю «Что же я дура говорю? Вы же не умный, вы смешной». Михаил Николаевич, большое вам спасибо за ваши концерты. Только благодаря им есть о чем поговорить со своими придурками-калеками на работе. Потому что они только вас и смотрят. Вы мне тоже нравитесь. Хотя я не придурок. Но наши придурки вас просто обожают. Следующая короба. Дядя Нижа, вы такой молодец. Прямо как Голька, алкаш с нашей бригады. Он порой тоже чё как ляпнет, мы прям всей бригадой угораем. Но вы не волнуйтесь. Вы для нас авторитет больше, чем Голька. Потому что ляпаете лучше. Следующее такое, знаете, мужское откровение. «Обожаю ваши концерты. Только во время них жена разрешает мне выпить. С нетерпением жду повторов». Ну, тут такая, знаете, наивная. «Михаил Николаевич, больше всего на свете я люблю вас и свою кошку. Но вас я люблю больше. Потому что вы умный и не линяете». Мы завершаем это всё. Следующее послание за дорогу. «Мы с мужем познакомились на вашем концерте. Он сидел рядом и ржал, как конь. А я по образованию ветеринар. Да и лошадей с детства люблю». Так и сошлись. В общем, в жизни он нормальный. А как вас увидят, становится конём. Спасибо огромное. Спасибо. Кстати, ещё одна история жизни, которую Михаил Николаевич всегда просил, чтобы я заканчивал своё выступление. Это действительно со мной произошло. Значит, я ехал на машине, меня тормозит гаишник, просит меня предъявить документы. Человек хохмал, пытается шутить. Я ему говорю, я подаю ему документы и говорю, «Слушайте, вы бы отпустили меня». Гаишник вообще было странно это слышать. Он говорит, «Это почему?». Я говорю, «Ну, смотрите, Мадич пять букв и Путин пять букв». Я говорю, «Улавливец». Он постоял, подумал и отдаёт мне документы обратно. Я обрадовался, складываю в сумку гаишник открыт, у меня окошечко открыто. К нему подходит его коллега и говорит, «Слушай, а что ты отпустил-то этого?». Он говорит, «Да, односамилец Путина». Вы знаете, такой пост-скриптон. Михаил Николаевич очень любил поэзию, очень любил стихи. Я взял на себя смелость написать такую четверстейшую. Задорно, как пафосно бы ни звучало, он нашей сатиры и символ, и честь. Ушёл, чтоб, вернувшись, начать всё сначала. Ведь преданный зритель по-прежнему есть. Спасибо.